Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в литературной гостиной журнала «Симбирск». Сегодня наша программа посвящается Виталию Андреевичу Масюкову. И подготовили мы этот выпуск к 90-летию со дня рождения писателя. Виталий Андреевич Масюков – поэт, прозаик, драматург, окончил Литературный институт имени Горького, отделение драматургии, но практически всю жизнь работал на заводе, на машиностроительном заводе имени Володарского. Он был яркой личностью, настоящим писателем. Он был учителем для многих ульяновских литераторов, руководил литературным объединением «Стрежень». Сегодня о Виталии Масюкове нам расскажет Андрей Цухлов, член Союза писателей России, поэт, прозаик. Итак, слово нашему гостю. Добрый день! Меня зовут Андрей Цухлов, член Союза писателей России, поэт, прозаик. Но сегодня хотелось бы поговорить не сколько о моем творчестве, сколько о творчестве нашего очень интересного земляка, литератора Виталия Андреевича Масюкова, который ушел из жизни в 2011 году, в июне. И в его память хочется рассказать, собственно, о нем. У меня есть такая возможность, потому что мне посчастливилось общаться с ним достаточно плотно, посещать литобъединение «Стрежень», которым он руководил. Оно существовало в 90-е годы на нижней террасе, на базе ДК имени Первого Мая. Туда в свое время приходили наши известные и не очень авторы, такие как Анатолий Чесноков, Алексей Ланцов, Валерий Кузнецов, Виктор Малахов и многие другие. Общение с Виталием Андреевичем мне очень много дало, оно было очень интересным, насыщенным. Очень нравилось, как он вел себя с литераторами, как он разбирал их произведения, как он это делал тактично, профессионально. Он знал на память очень много произведений классики и не классики, русской литературы и зарубежной. И общаться было с ним большое удовольствие, и это было очень серьезной литературной учебой. Я надеюсь, что я очень многое впитал, когда с ним общался. Он был человеком вообще очень разносторонним. Он и играл в волейбол в свое время, и был заядлым садоводом, и шахматистом. И 40 лет он проработал на заводе имени Владарского на Нижней террасе, работал на высокоточных станках. И, кстати, это прекрасно как-то сочеталось, вообще абсолютно не мешало ему такое техническое направление его литературной деятельности. В общем, был очень... Ну, а, собственно, литература, наверное, была главным его занятием, его страстью. И это даже назвать как-то хобби, язык не поворачивается. Это была действительно его жизнь, и едва ли не главная жизнь. Хотя как-то был момент, когда он собрал нас, литераторов, и говорил, ну-ка, что-то у нас посещение не очень хорошее, а где вот такой-то, такой-то. Ну, он пошел на свидание с девушкой. Он говорит, вот это вот правильно, когда есть выбор идти на свидание с девушкой, и писать стихи, всегда надо идти на свидание с девушкой. То есть было очень интересно, когда, например, он брал на разбор стихи начинающего автора, он сразу не разбирал, вот так слет, он брал домой, смотрел, потом очень обстоятельно, очень квалифицированно, скажем так, их разбирал. И вот он говорил, так, ну вот, чувствуется, что капустка только-только заквашена. Вот такими вот образными такими словами, интересными сравнениями он разбирал художественные тексты. Запомнился мне, например, такой момент еще очень любопытный. Когда мы общались с ним, он поднимал такие очень важные вопросы для любого автора. Собственно, в чем отличие поэтического мировоззрения, творческого мировоззрения от мировоззрения обычного? Он привел такой интересный пример. Ну вот смотрите, умирает, например, человек. Что о нем говорят собравшиеся обычно? Ну, например, мы прощаемся с безвременно ушедшим, таким-то, таким-то. Память о нем останется всегда в наших сердцах. И прочие обычные такие слова. Он говорит, а вот что написал, например, поэт Андрей Вознесенский на смерть Кирсанова? Он написал так. «Маэстро великолепный, а для толпы фигляр, Невыплаканная флейта в красный легла футляр». Вот, говорит, наглядная разница между тем, как на мир смотрит поэт, литератор, настоящий поэт, и как смотрит, в общем-то, обычный человек. Хотя иногда, когда речь об этом вопросе заходила, он говорил следующее, что, в общем-то, в поэзии может и не быть каких-то ярких образов, метафор, хотя это всегда интересно. И он ценил хорошую свежую метафору, свежий образ. И вот, когда он разбирал стихи, он всегда говорил, что вот эти стихи, они свежие. Вот это вот понятие свежесть всегда очень ценилось Виталию Андреевичу. И когда, например, в простых строках Вознесенского «Я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не увидишь», нет абсолютно никаких, говоря литератур-ведческим языком, тропов, но это трогает сердце. И растрогает сердце. Если это цепляет автора, значит, задача выполнена, стоящая перед автором. И хочется сказать, что вокруг Виталия Андреевича действительно формировалась такая, скажем так, плеяда авторов, группа авторов. Конечно, они были все сами по себе, но приходили к нему всегда с удовольствием и общались всегда с удовольствием. И он открыл не одного литератора для Ульяновского. Например, Алексей Ланцов, замечательный автор, который сейчас вот пришивает в Финляндии. Я думаю, что он очень повлиял на формирование его поэтического, очень образного стиля, очень метафорического стиля. Хотя и, наверное, Алексей и без Виталия Андреевича бы так или иначе состоялось. Это понятно. И вообще хочется сказать, что выражение «Ульяновск. Родина талантов» это не красивые фигуры речи. Это действительно так. И Виталий Андреевич, вот для меня лично, на мой скромный вкус, стоит в ряду с такими очень мощными авторами, как Николай Благов, Александр Шестопалов. И, а, вот, пожалуй, еще вот хочется отметить Анатолий Чесноков. Вот уровень таких авторов он действительно делает Ульяновск, литературный Ульяновск, он поднимает на очень серьезную высоту. И тут не надо каких-то специальных рекламных лозунгов или утверждений, что вы какая-то литературная столица или родину талантов. Лишний раз мы просто спокойно пребываем в этом абсолютно заслуженном состоянии. Роль Виталия Андреевича в этом очень весомая, я считаю, очень весомая. Вот стихотворение, которое звучит достаточно актуально, хотя описано о катастрофе корабля «Варяг». Тоже стихотворение из «Последней радуги». Конец «Варяга». Смех, букеты и трубы медные, А с последней в жизни парада стихший он возвращается медленно, Весь в пробоинах, как наградах. Жаждет славы, пиит, что есть мочи, В облака упираясь грудью. Канониры в повалку молча У разбитых лежат орудий. Ах, как сдавленно дамы стонут В расплавляющем вальс окружении. В тишине Уж открыты кингстоны Начинается погружение Адмирал доживал цыпленка За здоровье актрисы Выпил И икнул Еще миг над воронкой Трепетал опаленный Вымпел Очень интересный эпизод в биографии Виталия Андреевича Собственно как он попал в Литинститут в Москву на драматургическое отделение где он учился в конце 50-х годов. К тому времени он уже работал на заводе Володарского на Нижней террасе Саулский район Ульяновск И ему было тогда 27 лет Это вот с его слов собственно говоря очень интересная история Он говорит Ну что мне 27 лет пора мне в общем-то какие-то амуры завести И познакомился он с женщиной и решил ее встретить у проходной завода Это была поздняя смена заканчивалась в час ночи Вот он пришел ее встречать Она как-то испугалась его и убежала и не стала с ним общаться Казалось бы обычный бытовой эпизод Ничего страшного Но молодой тогда Виталий Андреевич он очень обиделся Его эта ситуация задела Он пришел домой и от негодования написал пьесу Муха на паркете И как будто вот она муха и вот она на паркете Вот я говорит всю ночь эту пьесу писал и будучи человеком прилежным усидчивым я ее за ночь закончил И вот как-то вот он свою обиду выплеснул на бумагу и все на этом эта история казалось бы была закончена Но потом в то же время приходили по почте различные журналы газеты в том числе литературные газеты Литературная газета объявила конкурс и Виталий Андреевич подумал ну а что у меня эта пьеса валяется дай-ка я туда ее отправлю Без задней мысли отправил ему приходит приглашение уважаемый такой-то такой-то приезжайте в Москву и мы вас ждем вы вам очень рады и выяснилось что они прочитав это произведение решили взять его в Литинститут на драматургическое отделение без конкурса просто по итогам собеседования и вот он таким образом попадает в Москву там знакомится кстати с Николаем Рубцовым он с ним общается с другими очень интересными авторами и очень насыщенно проводит свой как бы часть своей биографии именно в Москве в Литинституте его очень хвалят особенно его драмы когда он потому что почему я туда попал потому что мне все говорили ну Виталий ты стихи писать можешь прекрасно это делаешь прозу тоже пишешь а вот пьес ты писать не умеешь его это задел как-то и он приходит туда и учится на драматургическом отделении и получает самые высокие оценки и сокурсников и преподавателей из его слов и все шло к тому чтобы пьесы уже ставились в Москве в московских театрах вот но он не доучивается и бросает когда я спросил почему вы не доучились и вернулись в Ульяновск опять на завод Володарского к станкам он сказал ну как собственно я же туда ты поехал чтобы научиться писать пьесы мне же говорили что я пьесы писать не умею а мне там все говорят да ты умеешь да ты прекрасно пишешь ну а зачем я там буду учиться я уже писать в общем-то пьесы именно драматургическим направлением я владею ну что мне там зачем так он вернулся в Ульяновск что он говорил вообще о сути писательского труда вот дословно о миссии писателя вот дословно его слова то что ты думаешь сделай не поддается все равно иначе кто-то другой за тебя это сделает если ты считаешь что нужно написать именно так именно об этом то пиши а если сделает кто-то другой за тебя то начертает вообще все надо и что вообще такое вдохновение по хорошему это все-таки хорошее рабочее состояние это как бы типа долг перед людьми перед господом перед собой вот создали тебя кинули на эту землю будь добр как у древних аккадцев мы рабы богов и мы должны все время носить их корзины надо богов всемогущих носить корзины и вот сонет его который называется аккадский мотив и вот он вдохновился этими древними аккадцами и говорил вот задачу писателя в том что вот эти корзины таскать сделай хорошо кроме тебя никто не сделает верь в свою правоту и верь в свои силы иначе никак так аккадский мотив и это сонет и собственно форма сонета вот он очень любил и очень много написано Виталия Андреевичем именно вот в этой твердой форме аккадский мотив ты по обочине двигай тропой что пометили псины ведь на дороге не мулы спецы лишь брыкаться нет там несутся потоком стальным и сплошным лимузины миг от тебя на гудроне лишь ряб аппликаций и пошевеливайся что ты варежку право разинул так повелось уж со времен допотопных аккадцев если ты человек то богов всемогущих корзины денно и нощно неси и не смей пререкаться а обессилев отринув сегодняшний голубинный опломб я человек мол и раб я не чей-то о божий что ж попытайся-ка влиться влащеная стада что налегке за маячущим радужных русским баблом мимо несется но все же мой слабый но все же трижды подумай дружок а тебе это надо попросту говоря говорил он делай что-то хорошее сделать добро оценить возможность сделать добро да это трудно и с возрастом все труднее по молодости легче но не надо поддаваться этой слабости и старайся ниже своей планки все-таки не опускаться и не дай бог быть конъюнктурщиком а то как бывает вот подул откуда-то как он выражается он человек пишет и о спорте и о святых берется за чернуху и чего только не пишет а некоторые решил написать ну и напишу вот это не профессионализм вот он задает вопросом и сам отвечает что такое профессионализм я считаю говорил Виталий Андреевич что талантливые люди они не могут ответить на этот вопрос у них профессионально все получается само собой естественно как бы это врожденный у них профессионально это талант но может ли обычный человек писать хорошую качественную прозу на что Виталий Андреевич говорил это в общем-то ну не так сложно придумай героя надели его какими-то особенными качествами особенными чертами допустим он приволакивает ногу у него родинка у него есть любимые словечки и выражения построй какой-то нет не сложный сюжет просто психологически правильно передай жизненную правду и вот он рассказ ну сделай из героя человека а то вот очень часто что и с этой казалось бы простой задачей автор не справляется начинаешь читать ну как же это схема и схема это не человек это не персонаж а бывает так что уже у талантливого автора ну как у Александра Сергеевича Пушкина он ее свою героиню Татьяну Ларину он прочил в монастырь а она взяла и за генерала замуж вышла то есть вот и Пушкин говорил как бы имел ввиду что я уже с ней ничего не могу сделать она живая у меня получилась это такая особенность у талантливых авторов насколько вот как вкладываешь душу в свои персонажи они становятся уже самостоятельно и живыми и вот он тоже говорил такую штуку что я зажигал свои рукописи и вот будет очень интересный эффект от этого когда сжигаешь стихи ничего на душе особого не происходит не жалко но когда сжигаешь прозу тут начинается как будто живых сжигаешь я не могу я удивлен да вы чего вы не особо какие-то выдающиеся персонажи вы там где-то у меня на заводе работаете вы там в соцсоревнованиях участвуете почему так почему мне больно а потому что автор настоящий автор он любит своих героев он переживает он если у него герой подлец то он даже этого подлеца любит потому что он особенный подлец это подлец созданный автором и вот он рассказал такой забавный эпизод был у нас начальник начальник цеха Владимир Геннадьевич Бернштейн я помню его слова что наш шестой цех патронное производство в котором Италий Андреевич работал это Япония внутри Монголии то есть настолько точные станки были и ну дело не в этом и вот он вызывает его и говорит что так Виталий Андреевич через неделю нас посылают на веточный на веточный корм в подшефный совхоз а веточный корм это когда вот веточки обрывают и этим кормом кормят скотину вот практиковалась такая вещь вот в советские времена ну и Виталий Андреевич мы решили поехать туда на двух грузовиках и натянуть транспарант что это едем такие мы володарцы посмотрите на нас мы такие бравые и туда вот с песнями как это было раньше принято вот туда рванем ну вот надо вот на этот транспарант что-то придумать ну какие-то две строчки Виталий Андреевич придумаешь да говорит пожалуйста попробую вот ну неудобно а то хороший человек меня просит и вот написал через кого-то передал и и написал вот такое четверостище мы двинемся в совхоз лавиною маленький маленько выпьем для раскачки и мигом рощу соловиною переведем на тонну жвачки вот Виталий Андреевич думал ну обидится а они взяли и написали это на транспаранте и с этим транспарантом поехали на сбор вот этого веточного корма вот ну и чем история-то в общем-то кончилась вот этот Бернштейн приходит Виталий Андреевич опасался думал ну вот обидится и сказал ну что-то Виталий Андреевич написал нас подвел приходит и вообще говорит сияет говорит Виталий Андреевич замечательно написали на таком красном парусиновом полотнище приехали туда выгружаемся приезжаем подходит секретарь райкома посмотрел и гневно говорит так всех на прополку свеклы так спасибо Виталий Андреевич от имени от имени Соловьиной Рощи спасли Соловьиной Рощи вот то есть Рощи не стали трогать народ на другие работы сориентировали вот такая вот ну то есть человек с юмором оказался и вот Виталий Андреевич в итоге то говорит вот живая ситуация хороший микроэпизод вот из таких вот эпизодов конечно надо настоящий автор должен писать прозу ну и наверное завершая хочу прочитать наверное мое любимое стихотворение Виталия Андреевича собственно по названию этого сборника оно так и называется быть утром а славно быть утром настать после мглы и высветить кроны за ними стволы и даже в убогой корон коморки углы как славно быть утром оно ожидание той новизны что нас будоражит похлеще весны морских горизонтов и дебрей лесных как славно быть утром мой желчный мой вечно похмельный сосед кончает любую из наших бесед унылым рефреном мол счастья то нет есть счастье быть утром ну наверное о Виталии Андреевич на сегодня достаточно дай бог память о нем будет жить память совместными усилиями сохраним издадим что пока не издано и будем восхищаться его творчеством и дальше Андрея Цухлова за интересный рассказ и напоминаем что наш выпуск посвящен памяти Виталия Андреевича Масюкова замечательного ульяновского писателя в журнале Симбирск номер 3 в юбилейном календаре есть страница посвященная творчеству Виталия Масюкова этот человек талантливый писатель оставил большое литературное наследие и потому мы думаем что публикации в журнале продолжатся вам дорогие друзья желаем всего самого доброго и светлого до новых встреч 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 до новых встреч